Сегодня мы едем в первую предвыборную поездку кандидата Владимира Барабаша по городам республики. И первый город это Сибай. Самая, наверное, дальняя будет поездка из всех городов, которые мы планируем объехать. В оба конца это почти 900 километров. Не знаю, как нас встретит Сибай. Информацию предварительную мы давали. Удалось там арендовать помещение. Посмотрим, как пройдет встреча с избирателями. Вообще в Сибай я никогда не был. Очень интересно посмотреть. И если удастся попасть на карьер, там что-то поснимать, что-то увидеть, тоже будет очень здорово. В общем, поездка предстоит интересной. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Мы находимся рядом с Сибайским карьером, одной из болевых точек на экологической карте республики. Даже вот здесь уже рядом ощущается и на языке, и в носу такой вот кисловатый привкус, то есть какой-то химии. Вот с людьми сейчас пообщались, они говорят, что с утра карьер очень сильно парил, но что я могу сказать? То есть такие вещи недопустимы, и самое главное, недопустимо то, что людей держат в неведении о тех последствиях для здоровья, которые могут наступить. Я считаю, что однозначно необходимо дать команду провести полное медицинское обследование всех желающих, не скрывая результата, чтобы было все объективно, все в открытую. И республика должна помочь жителям вот этой вот проблемной зоны в установлении ущерба здоровья и в помощи в получении компенсации за этот ущерб. Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok В данном случае я хочу применить свои знания для того, чтобы... То есть я считаю, что у нас регион в кризисе, потому что вот то, что у вас происходит с карьером, то, что у вас происходит с жильем, с медицинским обеспечением, с социальными какими-то льготами, вот это все ровно то же самое есть в каждом из городов республики в большей или меньшей степени. То есть у вас карьер такой, в Нефтекамске строят там большой ядерный могильник, в Стерлитомаке шаханы скапывают, в Уфе две тонны диоксина уже накопили на бывшей площадке химпрома, при том, что для того, чтобы потравить всех жителей Уфы весь миллион достаточно 300 грамм. То есть там уже две тонны лежит. И то у нас Салаватнефтьорксинтеза возят цистерны там с ракетным топливом, которое ядовитое, там даже пары его смертельных для людей возят через города, то у нас в ней мазур протечет, то у нас еще что-то. Вот экология, социальное обеспечение, то же самое. У нас очень много предписок, у нас очень много того, что люди во власти, они ориентируются не на жителей, а на вышестоящего руководителя, на вышестоящего начальника. Потому что задача, как там, палочная система. Надо, чтобы в этом году было на 2-3% лучше, чем в прошлом. Как при этом людям живется, как при этом людям там действительно становится лучше, не становится, расселили из аварийного жилья, не расселили, сделали ремонт в подъезде, там, если многодетные семьи, если там дали какую-нибудь квартиру льготную, это никого не интересует. Главное отчитаться начальнику, что мы улучшили общие показатели. Мы решили прогуляться по улицам замечательного города Сибая и поговорить с жителями о их намерениях на ближайших выборах главы республики Башкортостан. Ну, честно говоря, разговор получился довольно странным и резюмируя те ответы, которые мы получили буквально у прохожих на улицах, наверное, можно сделать вывод, что сибайцы еще вообще не решили, будут ли они голосовать на выборах и не решили, за кого они будут голосовать. Знаете, что у нас выборы в сентябре будут? Знаю. Пойдете голосовать? Ну, если буду всегда, я буду. А за кого, если не секрет? Не знаю, даже кандидататорную какую не знаю. За кого голосовать не знаю. Понятно, спасибо. Извините, можно пару вопросов вам задать? Здравствуйте, можно пару вопросов вам задать? По поводу выборов. Собираетесь голосовать? Нет. Здравствуйте. А можно вам пару вопросов задать? Можно? Какие именно? По поводу выборов. Пойдете голосовать на выборы? Нет, извините. По поводу выборов. Пойдете на выборы? Обязательно. За кого будете голосовать? За Хабирова. Понял, спасибо. Будете голосовать на выборах? Да. За кого будете, если не секрет? Пока не знаю, не определил. На выборы пойдете? Пойдете. За кого будете голосовать? За минимум. Здравствуйте, а можно пару вопросов задать вам? По поводу выборов Мы возвращаемся из Сибая в Уфу Не могу сказать, что встреча с избирателями прошла так, как мы ее полностью задумывали Но тем не менее, все более или менее получилось Первый блин не оказался комом В целом, конечно, интерес к выдвижению и избирательной кампании Владимира Барабаша у избирателей есть Но я хотел бы поделиться своими личными соображениями, наблюдениями о городе Сибая, о людях в Сибая И о том, как нам показался вообще этот город Общее впечатление от города, конечно, довольно странное Город чумазый, неприбранный, какой-то запущенный Даже в центральной его части, вот эти все, где бульвар Все такое грязненькое, пыльненькое Такое ощущение, что его вообще много-много лет никто никогда не прибирал, не чистил и так далее Местные жители высказывают недоумение по поводу вот этих вот 200 миллионов УГОКа Которые якобы были выделены в качестве компенсации там за всю эту историю с карьером Они подозревают, что деньги эти уже кончились, куда-то делись Я, конечно, точно не знаю, куда они делись, но на улицах города этих денег заметно точно не было Не знаю, надо, наверное, спрашивать господина Авзалова, куда этот транш пошел Вообще, конечно, жители производят впечатление людей очень напуганных Такое ощущение, что все они чего-то боятся Подходишь с видеокамерой на улице, задаешь простые вопросы Люди шарахаются, как будто ты к ним подошел с пулеметом В общем, конечно, очень такое немножко гнетущее впечатление произвело население Хотя понятные проблемы Мы проехали и до вот этой знаменитой улицы Нариманово Побывали практически вплотную с карьером Там на нас чуть не накинулись с ружьем, чуть не застрелили за то, что мы там пытались запускать дрон Но общее впечатление от города, конечно, печальное Город запущенный, дороги отвратительные Колея как будто для грузовиков продавлены в тайге прямо напротив администрации Сибайской В общем, конечно, на мой взгляд, ничего там не делает этот орденоносный Авзалов Но все познается в сравнении Мы на обратном пути немножко заблудились и попали в благословенный город Магнитогорск Проехали его насквозь И вот тут мы поняли, как мы сильно любим Уфу И вообще, попав в Челябинскую область, конечно, разительный контраст с Башкирией Дороги существенно хуже, чем в Башкирии Хотя и наши кое-где требуют критики И город Магнитогорск, конечно, жуткий, чумазый, какой-то вообще обветшавший Дорог нет, ничего нет, указателей нет, вообще нет никаких указателей В общем, конечно, начинаем любить Уфу, побывав в Магнитогорске Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...